да слава иисусу христу слава господу всемогущему приветствую всех братья и сестры вот сейчас я не знаю кто подключиться уже ближе к утру время у нас сегодня такое 6 вечера до 6 утра такая трансляция да 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 вот прямая трансляция и в общем то и вот делаю запись еще к тому же посвященные реформации 500-летие реформации я в общем-то озаглавил эти видео по крайне мере вот но в таком сейчас в черновом варианте экклезия сэмпа реформанда церковь непрестанно реформируется это в общем так как раз слова отцов древних церковных киприан карфагенский ну кстати даже и златоуст и антам своих работах тоже упоминал как раз именно этот девиз киприанов церковь непрестанно реформируется вот и 500-летие реформации 31 октября но правда сейчас уже 1 уже 1 ноября получается до гостопада в украинский до насчет начался ноябрь месяц вот но вот в продолжении вот этой темы как раз реформации сейчас идет как раз у нас беседа еще наверное даст бог вот эта беседа и следующая то есть так вот ближе к 6 утра уже закончим вот и дорогие друзья значит конечно молюсь как вот сам как реформатор молюсь конечно о служении молюсь о том чтобы вот наша церковь тоже шагала вот с господом вот как вот кифа епископ кифа был на связи вот почти все это время выходил на связь молодец конечно да вот сейчас уже значит наверно пошел уже почивать уже до здорово поддержала поддержал вообще молодец очень поддержал нас хорошо словом значит молитвы благословением советами слава бога божий людьми вот и и вы знаете господь вот действительно вот я думаю что через него напоминание такое сделал нам сегодня реформатором православным что вот действительно что идем вот как ну как отец наш авраам ну так вот вот по вере вот реально по вере идем по вере даже порой и не знаем куда как что но бог ведет хождение по волнам да да по волнам да бегущие по волнам как Мария Скорбцова говорила что христианство это постоянное хождение по волнам кстати да вот так что это по сути да по по сути да вообще христианство такое по сути оно вот собственно Христом и указан путь по волнам да 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 путь сверхъестественный он сказал я есть путь главное он по волнам пошел да он же еще и Петра привлек да Петра тоже мол иди из лодки выходи и самого сомневающего и одного из сомневающихся ну да он как раз сомневался вот как раз вот и давай иди теперь ой но я знаю что путь благословенный потому что действительно знаете вот отец наш вот авраам пошел за господом вслед за господом и это конечно стало величайшим благословением брат какие вы видите успехи в служении православной реформации в года вашего служения православной реформаторского служения вот за эти годы вот как реформатор но уже 21 год уже тружусь уже вот больше значит больше 20 лет тружусь как реформатор ну наверное самая большая заслуга конечно так вот ну я просто благодарю бога за это что за эти годы тысячи людей каялись принимали христа иисуса спасителем своим господом своим и если брать мое личное служение вот как вот евангелисты как миссионеры как учителя вот я очень богу благодарен я бываю в разных конфессиях разных деноминациях я и в разных церквях вот встречаю людей которые вот благодарят и вот и говорят что да благодаря ваши проповеди мы выходили на покаяние вы наш крестный отец вот как бы значит вот принимали исповедь покаяние значит там встречая и у баптистов у харизматов у адвентистов там значит где только не встречаю таковых очень богу за это благодарен я вот а вообще реформаторское служение чисто по человечески конечно это очень маленькое служение вот ничтожно маленькое в сравнении конечно с православными там каноническими там не каноническими разными там церквями другими вот с другой стороны дело наше вот просветительское в общем то потому как я верю что господь не только новые церкви такие будут поднимать реформаторские именно такие православные церкви а и как именно православные церкви уже нового поколения уже а и пробуждать вот существующие ныне вот эти православные юрисдикции даже пример такой приводил как то я что значит вот в портах допустим там большие корабли если стоят то они порой не могут двигаться так свободно допустим значит да значит и требуется какой-то маленький буксир который цепляет этот корабль и его доставляет там вот говорю пусть у нас там даже небольшая там церковь значит но бог по милости своей бог по милости своей он значит это дает возможность быть вот таким буксиром будем договорить буксиром в служении потому что на самом деле многие очень священнослужители смотрят конечно слушают я молюсь о том чтобы священники спаслись и молюсь о том конечно чтобы священство было духовно возрожденное рожденное свыше вот потому что на на сегодняшний день опустись я достану если на сегодняшний день к сожалению пока православные вот духовенство в целом по большому счету но люди очень несчастные правило очень мало счастливых людей очень мало вот призванных богом к этому служению и рожденных свыше людей очень мало вот ничтожно мало я молюсь о том чтобы вот все изменилось это чтобы действительно и священство было возрожденным духовно перерожденным свыше вот и чтобы люди действительно спасались рождались свыше в православном в православии и вообще в христианстве честно говоря мне никогда не нравилось вот самого того вас в эту ночь духовенство поддержала в ночном бодрствование а жаль что мало подержала в ночном бодрствование но кто поддержал подержал остальные уже будут уже в записи участвовать в этом собрании в этом служении вот здесь поддержка тоже конечно важна вот нужно значит но самая главная поддержка молитвенная у нас есть самая главная молитвенная поддержка вот это сам иисус христос спаситель вот это 24 часа в сутки 7 дней в неделю молитвенная поддержка что унывает что а вы молодцы что не унываете брат значит интересный момент такой иван степанович параханов эту тему говорил как раз сто лет назад такие слова интересные что христианин говорит это неисправимый оптимист да 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 по сути так и есть настоящий христианин это на самом деле неисправимый оптимист да или как поговорка да еще оптимист он даже в крестах видит плюсы я бывал не раз у макси максимова тогда еще там в алмате дело было значит значит он мне кстати все надоумил то вот снимать разные видео вот я как-то раньше как-то далек был от этого вот ну в некоторых школах снимали в некоторых не снимали нам как бы до сих пор я порой так выискиваю нахожу некоторые записи в каком году он так вдохновил когда я не помню честно говоря даже уже в эпоху как бы камер интернета не ну да да уже было широко достаточно несколько лет назад я это стал снимать только вот где-то не знаю года четыре-пять назад и то я начали снимал так вот сниму сниму это от случай случаем а так систематично это буквально последних пару лет на что уже так систематично стал снимать все по все подряд снимаю вот даже порой думаешь снимать не снимать мне пусть будет материал а снят а потом даст бог будет и зритель одно а еще молюсь и понимаю так что у нас будет еще и свое какой-то издательское служение будет там или там или не знает какой-то студии какая-то и потом этот материал сняты можно будет использовать его на счетом вот значит тоже на дело божье будем договорить а вообще конечно мечтаю тоже снимать и фильмы значит участвовать в этом как бы процессе каком-то там документальный фильм этом художественный не знаю вот и и интересно было бы очень даже да бы приложить руки в этом отношении но сейчас если фильмах снимать и на телефон и поэтому понимают даже можно такой христианский фильм можно в принципе христианский важен опять-таки сценарий да да это полгода здесь брошуна написал тоже да христианин он не всегда счастливый но но всегда радостный да христианин он неисправимый оптимист на самом деле наши братья он когда даже бросали там к львам на растерзание в колизеях и это оставались оптимистами вот так вот апостол павел написал радостное свои послания на все самые радостные послания в самой мрачной тюрьме римской римской империи вот поэтому значит это это о многом очень говорит вот и иначе ты даже в синодальном переводе где не все слова радости перевели как радость чтобы смягчить слишком уж радостный тон этой счета ты этого послания убавили убавили да они некоторые слова заменили слова радости на на в синодальном переводе на ну близкие по значению слова значит но вообще в оригинальном тексте там даже девятнадцатом слов радость счастье она не постоянно радость это стабильность тени да слава богу так что значит филиппийцы по моему как раз одна десятая всех слов радость всей библии нам содержится вот вообще в оригинальном тексте если брать все на радость не перестанут они видно решили как снизить но как бы убрать тон радости чуть-чуть убавить значит да но даже даже синодальным переводчикам не удалось лишить это послание именно самого радостного звучания все таки вот значит и потому что именно религия вот в плохом смысле этого слова если используете это слово чаще всего нам так используются последние эти вот десятилетия вот то насчет очень не любит радости вот значит насчет и и наоборот живая вера она всегда любит радость эту счастье радость слава богу так что да и человек должен быть счастлив на самом деле если чик не счастлив не радостен то такой человек еще на пути к богу будем договорить на пути в познании позна к познанию бога вот и интересный момент такой ну все мы конечно в пути определенном таком но вот именно когда во христе во христе то там там только счастье только радость вообще там нет места унынии никакому абсолютно но это так слова сейчас а так православие если брать то я не рассматриваю свое служение вот все эти годы вот чисто узко узко-конфессионально не рассматриваю и даже отказываюсь это рассматриваться отдельно потому что знаете для меня вот самого девяносто шестого года когда вышел из традиционные православной церкви традиционалистской такой вот это действительно да не просто отдельный конфессия там это это часть огромного движения огромного всего христианства христианской церкви вот и неотделимая часть всего мирового христианства поэтому проповедую всем и вся вот и несу слово божье и и знаю что церковь она одна христиан христианская христова церковь вот и глава церкви сам иисус христос и фундамент церкви сам иисус христос и все это здание это сооружение это это все тело иисуса христа вот так вот так что вот такой верой живу поэтому я молюсь и значит служу и в разных конфессиях верю что мы должны но сообща вместе пробуждаться вместе двигаться синергийно синергийно точно да совместно в общем движением таким и воли и разум и начали служение и все вот я допустим в разных школах так тоже преподавал библейских ну с удовольствием делюсь тем что имею и вы знаете но самые для меня такие приятные моменты когда школы межконфессиональные когда вы отдыхать здесь в киеве допустим был сын джеймс колледж мне так он нравился вот жаль что сейчас его нету в украине в россии уже нет этого колледжа но он международный тогда он был в пике в зените своего вот такого движения больше 50 стран охватывая то есть как бы такой довольно большой очень было вот ответвление такое и это именно действительно межконфессиональный колледж и когда насчет у нас там допустим в колледже якобы была практика а допустим тема была насчет ну моя любимая тема история христианства а были а были некоторые другие темы еще и вот допустим тема миссионерства и евангелизм там отводилась допустим две недели на этом курсе и вот вот еще три недели теории и недели практики так вот обычно делали как бы но практика различна тоже по-разному вот чаще всего учителя ограничивались работой в аудиториях именно практическими такими тренингами занятиями какими-то вот я вывел братьев сестер всех на улицу на практическую именно мне даже не занятия такие вот именно вот такие аудиторные это именно вот прям в гуще событий и самого я решил так а еще спросил там директор тоже можно ли если я буду делать это там не совсем как бы принято уже здесь пожалуйста ваши две группы делать что с ними что хотите две недели вот но чтобы в этой тему было все я решил всю неделю теории самого первого дня насчет их настраивать что вот мы пойдем на улицу будем все разные методики использовать вот евангелизма квартирный евангелизм такой уличный вот свидетельство значит молитва за людей там начито все да и как бы настраивал настраивал людей чтобы люди молились готовились уже к этому морально приготовились вот там пару братьев там троих даже братьев подготовил так вот ну как бы чуть-чуть капитальней как бы чтобы они помогали мне непосредственно вот выдал им рясы да как послушником там один баптист другой там харизмат третий-пятьдесятник по моему вот вряд ли православная да 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 значит и куча у нас трактатов насчет там всяких буклетов всяких собой насчет и и там когда в метро где-то на улице мы проповедовали здесь тоже вот на рынке тоже на лесовой туда ходили они значит ребята я даже дальше не пошел и только до черниковска дальше пошли и и обычно вот выходим на пробовать и обычно люди спрашивают а с какой вы церкви как помните как иисусу тоже самарянка то пыталась его уловить а вот вы там значит в иерусалиме наши отцы значит здесь вот на горе значит а что мол ты скажешь мол ну как бы вот в какую церковь ходить или сюда или вашу еврейскую или нашу самарянскую слава богу иисуса на него не поймала не уловила этими словами руками да он такой да где сядешь там и съедешь значит и начали и он объяснил этой женщине говорится политику партии вот рассказал иначе что действительно что на всяком месте будьте поклоняться отцу в духе в истине вот и отец себе ищет таких поклонников и вот значит тоже пытались некоторые там товарищи уловить нас словами такими чтобы нам с какой вы церкви здесь там там все там и мы уже так подготовились уже брать молодцы четко все объясняли что дорогие там пассажиры там друзья там все братья сестры там как еще вот сограждане там что мы христиане с разных конфессий разных церквей разных направлений вот вместе у нас вот отец сергий преподает историю христианства значит и вот и тема из миссионерства евангелизм и вот мы вышли на практику наши практические занятия сейчас мы будем вам говорить слово божье проповедовать конечно это обезоружило сразу многих значит и там те люди те братья на которые пошли один в рясе и там без рясы значит пошли начать всегда вот на лесовую потом возвращаясь они рассказывали что на рынке там какому-то мужику стоим вот проповедуем он рот раскрыл будет как варежку и смотрит на нас как на новые ворота это такой удивленный и год а насчет и что он сказал ну я вообще-то верующий год ягод баптист говорит а ягод пятидесятник вообще здесь возле черниговской значит возле метро тоже наш там стояли проповедованы что значит там там насчет и было чудо такое там одна женщина пожилая стоит значит чуть в сторонке и вижу так закрывается как-то переживать как-то по особенному все и вижу плачет там ну надо как-то пообщаться думаю подойти как поддержать как тогда подойти может что случилось мало ли что вот попытался с ней поговорить подошел к ней и она это вижу что она плачет по другому поводу как-то вот не горькими слезами то я на этого я их от радости плачу вот я в эту всю жизнь мы об этом мечтала что-то так люди будут выходить проповедовать слово божье там батюшки что-то проповедовали слово божье я стояла слушала начале искала думаю вы какие-то елисе будете говорить наверно это богородица или что-то еще нет вы все правильно говорите правильно научены и оплачивает поэтому вот что мне так радуется что вот слово божье проповедуйте что ничего лишнего там об исусе христе все поэтому да да слава богу там много таких было историй вообще всех не перечесть очень классные истории один из самых таких последний день и такой дождь зарядил у студентов многих нет даже нормальной обуви там и все я уж не знал что что делать вообще думаю что делать но решили все-таки пойти те кто у кого нет ничего там там сильно значит и как-то похолодало как-то вот то пусть они будут там начать это под навесом когда там значит ближе к теплу вот а у кого что то есть там из обуви там выйдем на улицу туда непосредственно возле вокзальной проповедовали насчет тот день значит вот и там много было покаявшихся вообще людей значит и молились за исцеление людей освобождение там вот люди бросали там и сигареты бросали на счетом на счетами и каялись и даже отдельно никто отходили в стороночку и кайбис там вот значит так вот все очень серьезно значит и одна женщина там потом покаялась до аминь аминь и одна женщина насчет она насчет оказывается шла но у нее был я были попытки убийства как бы изначально да и она насчет ее откачивали она уже в этот момент рассчитала уже после момента на депрессии много лет значит там не спала там сколько-то лет значит там толком ничего значит и вот она уже подготовилась капитально учитывая свой неудачный опыт на счет суицидов значит вот значит взяла там таких таблеток такое-то количество которое уже точно не откачает уже и она шла с ними сделать свое черное дело представляете вот шла значит и вот насчет и небо в копеечку и белый свет не мил абсолютно уже много лет уже насчет но даже такой депрессивной женщине представляете она она когда потом подошла кстати я заметил у нее лицо как будто маска как будто этого восковая как будто нереальная как будто у нас настолько от кого печать такая была не страшная вот и что интересно она насчет это значит потом рассказывала что вот ну да вот она да вот 40 лет не спала там много лет депрессии что значит там иначе ты и все и лечилась и все и иначе это хотелось бы покончить вот в тот день но даже ее заинтересовало что возле метро батюшки танцуют а нам уже холодно стало уже уже как бы уже это и значит и это значит там один брат под гитару стала играть и и танцуем перед богом ну и согреемся хоть немного готовы уже как бы стоим без движения сколько часов там уже на месте уже он счет и даже тогда же депрессивной женщине стало интересно что батюшки танцуют возле метро она подошла просто посмотрите что не танцует там вот а там мы буквально две-три песни на счетом еще потом с плясками станциями получилось у нас так интересно получилось иначе там даже баптиста танцевали на потанцовке потому что холодно состоит уже просто так уже вода счет и и там обычно две-три песни там текучка возле метро поэтому вокзальная значит и тут же беру микрофон там с колонкой то есть насчет и говорю слово молитва и потом люди расходятся и а те кто не спешит значит подходят и за не хотим еще молимся и обычно всех маслом будут машу вот насчет и насчет и вот за ту женщину тоже молились она вот бросила эти таблетки выкинула и она что ехать впервые за столько лет потом а потом рассказу боже надо поздно с нами было вот впервые столько лет вот в депрессии в это да впервые я хочу жить говорит мне у меня появилось желание жить такой вот не уши что прошло такое она еще не улыбалась на нее что ну как бы маска это страшная на ней как бы стала меняться то есть она стала похожа на человека быть они на куклу какую-то страшную такую вот и вообще такие интересные моменты были а и кстати вот и потом уже был у нас разбор полетов там вот здесь вот на химволокно как раз собирался коля шякова вот значит и возле черниговской мы вернулись уже все и как раз я говорю братья представить а вот мы как раз рассуждали может последний не поедем никуда может быть проведем в аудитории начать наше занятие потому что вы и погода и все игры братья смотрите а вот эта женщина она погибла бы вот может может был бог еще кого-то я не знаю еще был запасной вариант какой-то не знаю а может мы были последний вообще вариант вообще в ее спасение вот говорю ради даже этой одной женщине был смысл сегодня нам туда ехать и даже померзнуть немного начать там ночи все вот и но очень много с танцующим батюшкой а ну да много было всякого вот и на хрещавтике на майдане тоже да и в москве я видел как вы при полном параде в епископском с митрой в красных таких а пасхальное служение я щелесть отвисла я честно говоря вот это было потрясающее что-то просто на пасху да было дело а эти стихи сами родились это это вы не брали текст спонтанно не спонтанно просто это я еще ехал в тулу а то есть вы потом наложили ну как получилось наложить на музыку и музыка родилась сразу ну музыка обычно то есть я ехал и там значит дорога такая плохая такая на что все это на автобус ехал все тряслось значит и вот пока ехал так мурлыкал мурлыкал и взял за стал записывать куплет эти вот родилась такая песня такая по такой думаю как рэп и не рэп ну что-то похоже на хип-хоп да все это не хип-хоп ну надо же странно думаю я вообще-то нет как бы не это не любитель тех мелодий насчет но так оно родилось я впервые то в туле спел потом там там лучшее исполнение конечно было в риге два раза слышал два раза слышал ваше исполнение и рижская самая такая хороший музыкант но московская потрясает даже не исполнением атмосферы как как реагировала публика и местом где это было спида там какой-то парк москва да 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 и православный батюшка епископ в полном параде да и православный проходит мимо там сочувствующих протестантизму фыркают и тут появляются владыка и совершенно ведется более радикальные самых радикальных протестантов ну да у людей был когнитивный диссонанс да чудо вот так вот так что дамы и господа но слава божьей да значит и действительно вот разные сети но главное чтобы поймать вот в евангелии сети евангельские вот и я думаю что признак живого христианина живой веры живого живой церкви это именно желание приобретать души для христа вот и это может быть совершенно по-разному да на самом деле таким образом вот и делюсь после этого точно закипело да слава богу у кого нужно закипело у кого остыло наоборот так что все нормально вот и знаете вот действительно самое самое дорогое самое ценное когда люди возрождаются когда люди спасаются вот когда люди вот преображаются на самом деле самое великое что может произойти вот и а мы как миссионеры как евангелисты как служители божьи да вот по очень по-разному вот служим но цель у нас одна спасение людей вот так вот слава богу вот и конечно молюсь за наши церкви вот и призывая тоже вас к этому кто сейчас будет и буди кто бы будет смотреть позже записи призывая к этой молитве вот потому что дело не простое очень такое именно реформаторское православное служение такое специфическое очень служение но я думаю что по-человечески там неблагодарное но богом очень благодарное служение что вас теперь редко видно на служениях владимира мунтиана давно уже не был уже я до знакомых я с ним знаком давно уже еще просто как с 90 девяносто девятого года испугалась честно говоря владыка знает там служение само специфическое служение просто в христианстве столько служений знаете ли значит действительно каждый служитель я так понимаю исходит из своего вот такого откровения своего опыта вот я знаю просто немного его мунтиана владимира насчет именно служение с чего исходила как бы будем договорить вот еще там перещепина насчет поселочки вот и вот таких вот фанатично так вот приданных своему служению людей я в жизни честно говоря очень мало видел очень мало вот тогда в девяносто восьмом году в девяносто девятом году вот там у них было небольшое такое собрание но это отличалось от того что через 10 тогда вообще было совсем другое служение как и наркоманы алкоголики когда и в сандея де ладжи когда-то тоже было горение и совершенно было несколько по-другому чем сейчас сейчас другое служение да но 95 квартал давно видел да но опять таки у каждого свое понимание служение свое понимание видение церкви вот если если уже если есть видение именно мега церкви мега черт да огромная церковь огромного собрания вот шоу деньги тоже нужно да но у меня честно говоря у меня нету видение минут большой большого собрания может быть надо видеть это может быть надо к этому стремиться но но наверное не всем вот кому дано это свыше вот я не вижу что мне чтобы мне это было дано вот поэтому насчет я делаю то что ну как бы к чему бог меня призвал поэтому насчет если кого бог призывать именно там мега церкви огромное собирая собирать это нужно и таланты административные меть огромные насчеты у меня там меня такого нет плюс бороться с искушениями вот чтобы не скатиться в коммерцию тоже вот такое есть искушение у многих успешных действительно христиан которые хотят прославить бога но с успехом приходит там слава деньги могут тоже надо бороться с этим чтоб тебя просто не не поглотил материализм ну да не но я искушение это не боюсь этих если с христом если во христе то в принципе любое искушение оно победима уже не своей седой если бог призовет к этому то он дает и благодать пройти это искушение а бог мы же видим иногда у людей не получается пастыри падали мега церквей то есть страшные вещи страшные вещи да но бог сильный восстанавливать отпадших он самый такой зрелищный пример вот джимми свагер известный а что с ним произошло ну а падение было очень жестко такое неважно какой то есть он в реанимировал да сейчас он вновь сейчас в служении и церковь растет и служение растет он в 70 80 годы был ведущим таким телепроповедником сша значит и это огромные собрания многотысячные мега церковь значит потом падение и как бы разрушение всего служения и вот час с изного с нуля уже человек уже не молодой вот и насчет восстановившийся служитель насчет и несет слово божье и насчет насколько я знаю те годы последние по крайней мере вот и снова большое служение насчет там и насчет большая церковь и вот но опять-таки знаете ли это судьба всех у всех разные количество церкви я убедил его не показатель и убедился это не показатель ну да количество качество это уже дело показатель божий вот это не показать правило нашу если мы хотим количеством и пожертвуем качеством как правило если хотим качество пожертвуем количеством законы в этом мире такие это в духовном мире может соединяться и количество и качество ну да да а тут как правило одно как бы в ущерб другому то есть есть даже целые такие динаминации сейчас вот я не знаю вот допустим мне рассказывали я не был ни разу значит в бразилии но там рассказывали вот по моему эмануил или как обеднение церкви там есть такое с беларуси приезжали к разбрать и рассказывали значит сейчас как же называется на месте нет нет гости а в гости на служение там в церкви вот приглашали приглашали бразильцев значит на служение белорусов значит вот значит и приезжали на счет на служение я рассказываю что это одна из крупнейших в мире сейчас христианском вот такое движение и у них там такая политика в этом обеднении именно религиозном, они держатся правила такого церковь не больше по-моему 150 или 200 человек когда вырастает церковь до определенного критического подвестия то они уже к этому времени подготавливают в церковь еще одного лидера служителя, и у них отделение совершается такое молятся они и разделяются на два собрания уже дальше идут чуть дальше собрания у них типовые у них здания, вот есть единый проект и они строят эти здания церковные и идут дальше и дальше по всей Бразилии Лазута так работает белорусский пастырь знаменитый баптистский, у нас церковь большая у нас 300 человек я хотел бы чтобы еще было создано несколько церквей полностью самостоятельно со своими лидерами то есть мы как проповедники должны готовить лидеров притом эти лидеры в проповеди это не какие-то там гуру, пророки это именно проповедники и каждый из вас он может быть таким правильный подход то есть абсолютно вот так, так что во всяком деле к чему бы ты не был призван главное чтобы был призван если есть божье призвание то значит это уже как мне отец Сергей говорил Гарик что бывают люди призваны, а бывает фальстарт человеку показалось что выстрел прозвучал, а его не было ты рванул раньше времени ну да, уже как бы есть уже изначально как бы призвание ожидания, но он не прозвучал и ты перепутал ожидания раньше времени, да несвоевременность, да драма, есть такое, да есть такое пусть Бог благоставит нас действительно исполнять его волю ну как то так молюсь за церкви тоже за служителей вот и здесь в Киеве когда начинал пастырствовать то семинарию проводил тогда занятия семинарские только в другом месте вот значит в праве с банки там в актовом зале у нас были занятия даже и вот Геннадий, который еврейское собрание он как раз доучился там как раз у вас в той семинарии вот и мне очень понравилось что вот как кузница кадров занятия такие вот семинария я думаю что вот здесь надо возобновлять в Киеве семинарию для Украины и для вообще для всего мира собственно потому что здесь и для Европы готовить можно сейчас служителей без визы сейчас посещение Европы да слава Богу поэтому служение можно делать и по Европе вот свет чтобы с востока двигался сейчас на запад и в обратном порядке и с запада на восток да потому что Христос он обогащает этим самым церковь свою очень сильно слава Богу ну а в день реформации конечно подытожить знаете вот хочу молиться действительно за реформацию в наших дней кстати в это воскресенье получается 5 число 5 ноября будет приглашаю всех на служение накануне я буду в Одессе 4 числа буду в Одессе семинария да церкви нужна точно да это так если кто будет в Одессе вот из зрителей то значит на служение буду в киевской ой киевскую филиал от киевской еврейской мессианской общины в Одессе Одесская еврейская мессианская община там на шаббате буду а уже значит уже в воскресенье буду здесь в Киеве снова у себя в церкви так что приглашаю вот и конечно очень такое непростое служение но Бог благоставляет слава Богу вот вот а вот как на ваш взгляд как должна выглядеть семинария который соответствует вызовам нашего времени да чтобы не впасть в соблазн либо чрезмерного какого-то академизма да либо чрезмерного какого-то часто семинарий готовит функционеров а не служителей да вот у вас есть какие-то представления исходя из вашего опыта личного и преподавательского и как семинариста когда-тошнего трудно сказать честно говоря у меня опять таки и на этот вопрос нет ответа в таких сто процентов вот потому что есть предугадывания некоторые предчувствия вот но точно это не оформлено я знаю одно что вот успешные школы то они во-первых сочетают теорию практику вот те школы которые больше в теорию они очень плохо кончают как правило значит кто больше в теорию углубляется да потому что это действительно большие познания как бы значит но без практического служения без практической жизни это превращается значит в большую проблему огромную проблему как правило в обременении да в обременении применяют знания ну как бы нет выхода да можно и так сказать да и так тоже да вообще мы призваны к тому чтобы учиться и делать учеников лучше находить встречать собратьев по сути да это надо как-то сочетать я не знаю честно говоря в каком формате будет семинария может попробовать действительно для людей которые хотят учиться создать мобильную интернет колледж потому что сейчас все можно смотреть лежит отмотать не понял отмотал очень хорошая вещь и параллельно какие-то ключевые моменты pdf тексты допустим то что невозможно сказать вербально высказать нужно обязательно рисовать схемы или какие-то тексты литургические связанные с такими приложениями постараться при том особо не растягивать это все потому что все равно люди запоминают главное чтобы не было вот разжевывания это вот да чтобы можно было за год действительно вот если человек желает учиться по-настоящему пройти курсы по истории церкви и главное Слово Божие чтобы он изучил и туда пополнять допустим какие-то материалы и которые нашли у достойных проповедников прошлого настоящего да я думаю создадим такой краткий курс в начале да коротенько ознакомительный на годик потом будем развивать дальше это служение слава Богу кузницы кадров то есть нам не надо в отличие от православных там тамала лопатить отцов достаточно вот Библии соло скриптура просто из отцов брать те цитаты какие-то наиболее яркие которые указывают на библейский путь вот как вот опять таки как мне кажется возможно так возможно я не прав ну да я тоже думаю так потому что как вот этого Филарета кстати который очень ратовал за перевод Дроздов филарет Дроздов да Митрополита что у нас есть вернейшее пророческое слово Библия вот и то предание которое противоречит духу и буквы писания это ложное от него нужно избавляться рано или поздно а то предание которое не противоречит духу и буквы писания истинное его нужно сохранять приумножать и прочее вот интересно вот и конечно в 19 веке сказать это было подвигом вслух это это вслух подвигом но сделать тогда это было невозможно осуществлять это было невозможно сейчас это невозможно мы пока в православном но по сравнению с тем что было при Филарете ну ближе но мы уже гораздо теплее гораздо теплее но в принципе сто лет назад вот после революции там вот был период свободы в частности вот в семнадцатом году да значит при временном правительстве потом при времена НЭПа значит Времена НЭПа было немножко отпустили Риги то есть это реформаторы пик реформаторского обновленческого и обновленческого да и баптистского и адвентистского пробуждения то есть Песятническое пробуждение Воронаев тоже как раз Одесса и по 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 всей России фактически и да почти по всей России фактически до самого Урала движение Шмидт тоже больше на севере и вот это пробуждение времена НЭПа тоже это было очень мощное конечно пробуждение потому что я даже фотографии смотрел крещений массовых вот допустим в Туле на реке Упе разово тысячи крещаемых не сотни а тысячи людей в белых одеждах колоннами такими сходят в реку вот значит удивительно конечно огромнейшее было пробуждение вот значит и в несколько лет уложившиеся а затем начались в конце двадцатых уже репрессии ущемление этих прав заморозки и репрессии потом впоследствии потом ГУЛАГ заработала всю катушку но было пробуждение и вот значит и в девяностые годы началось вот это неслыханное в истории наших стран народов пробуждение которые ну не с чем просто сравнить даже время значит семнадцатый год или время НЭПа просто блекнут в сравнении с вот с нашим временем вот такой свободы неслыханный вот и сейчас конечно значит есть возможность реализовывать вот эти многие вот эти планы которые вот ну тогда в девятнадцатом веке допустим казались вообще не сбыточными вот как-то так так что и задача семинаре наверное будет как раз вот тоже пересмотреть предание взять вот именно то что действительно соответствует духу и букву писания то что значит здравое доброе хорошее и приемножить и показать то как примеры что не библейские что показать почему мы не принимаем отцов целиком а потому что вот есть такие ляпы а вот за что мы уважаем вот за это да вот собственно вот и поэтому мы говорим раз это так сказать обоюдо острые как вы говорили грибы какие бывают такие условно съедобные условно съедобные поэтому лучше есть чистые грибы да вот слово божие да вот библия да вот и как раз тоже в завершении этой части значит расскажу притчу значит Алексея Алексея Ледяева притча значит называется ставни свечи и вот значит и там значит интересная такая притча что значит как раз в унисон тому что значит там и Кифа говорил значит люди среди бела дня яркое солнце на улице вот а сидят в полумраке при свечах ставни закрыты в доме зашел с улицы человек посмотрел стал их ругать за этот полумрак его выгнали зашел второй стал задувать их свечи его тоже выгнали третий зашел посмотрел оценил ситуацию вышел на улицу и стал открывать ставни свет пришел в этот дом и люди сами потушили свои свечи и вот там пастор Алексей говорил что мудрость в том притче что мы не призваны там критиковать людей что у них там мало света или в полумраке они живут или допустим еще хуже там тушить их свечи при которых они живут ну да а мы призваны давать свет который действительно просвещает всякого человека приходящего в мир то есть на Христа самого Христа значит и вот тогда люди сами потушат свои свечи вот и вот действительно вот если школу воссоздавать школу да такую кузницу кадров информации вот именно школу тех кто не просто там вот как вот первых двое были да а будут именно как вот тот третий который открывал ставни давал этот свет чтобы возрожденные священники несли людям слово Божье чтобы указывали на Христа чтобы свет Христов он проникал в людей в собрания людские слава Богу вот так как то так это каприча да хорошая кстати очень 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 поучительная такая мне очень понравилась я вот люблю его смотреть последние очень много он говорит о том что мы должны не быть пассивными мы должны быть деятельными потому что вот что страшное неравнодушие какое то простое оно естественно для этого мира не замечать а страшно именно когда христиане бездействуют потому что они больше несут ответственность потому что они сознательные люди они люди сознания ну от инерции чего ожидать они как были так и остались они же в конце концов те допустим к кому и обращена наша проповедь к людям инерции да да а если мы не бездействуем то чем мы хуже потому что мы мы в инерции пребываем будучи сознательными то есть вот он там хорошо показывал что на нас на нас мы виноваты в этом да Павел писал вообще горе мне если я не благовествую представьте значит горе даже если человек он значит он и знает и молчит и не благовествует поэтому написано о вы напоминающая господи не умолкайте да хорошо вот так вот да так что благоставляю всех вас дорогие друзья значит во имя господа Иисуса Христа вот и пусть действительно Божье слово звучит души приобретаются для Христа через наше служение и паки и паки молюсь за семинарию Боже усмотри Господь и обучение благостои всех желающих обучаться Господь Боже привлеки как господин жатвы делаю тебе на жатву свою Боже потому что тебе вся слава и хвала господину жатвы а мы лишь и поливающий и насаждающий ничто а все ты ты Бог возвращающий взращивающий дающий жизнь всему слава тебе Боже наш за все благословен ты Бог наш аминь благословляю всех вас ну и сделаем может еще одну часть так что до встречи еще через до встречи до встречи